Вот вы знаете, у меня такое ощущение, что я на протяжении всей жизни вот о чём-то мечтала, и эта мечта осуществилась. Благодаря вам, Игорь, я научилась, может быть, как-то больше доверять людям. У меня были сомнения, идти к любви или не идти. Вот вы для меня безоговорочный авторитет. Вот так вот я устроена, что у меня должен быть авторитет, и ему я верю безоговорочно. А все остальные были, вот нам, Кар, если бы я увидела только его одного, я бы к нему не пошла. А вы, как проводники, если бы я вот про эту баню бы услышала, я бы туда не пошла. А благодаря вам я доверилась этим людям, и я очень, очень благодарна, что я совершенно не жалею об этом. Совершенно не жалею, потому что для меня открылся такой мир, в который я боялась, видимо, вступить. А вот эта вот возможность довериться людям, все время боялась, что меня кто-то обманет. Вот этот вот страх, он пропал. Еще хочу поблагодарить Илюшу. Я первый раз, когда он мне сказал, что тебе нужно побольше, как ты сказала, там, ВЧС или что там, СВЧ? СВ. СВ, а я думаю, СВЧ, это что-то, типа, думаю, какая-то микроволновка. А потом, когда он мне объяснил, Илюш, спасибо тебе большое, что вот это вот обиды постоянные и чувство вот этой вот важности собственной, оно действительно меня убивало всю эту жизнь. Но теперь, как только мне захочется что-то такое обидеться или возвыситься, я про эту микроволновку всю жизнь буду помнить. Вот. Илюшенька, спасибо тебе огромное и за массажи, и за то, что ты помог мне перестать суетиться. Мне все время казалось, что я что-то не успею, что где-то вот что-то раздают, а мне не достанется. Вот. И Светочке, моим попутчикам, моим дорогим, Светочке, Димочке, которые меня сюда, можно сказать, привезли, и которые все время были где-то вот рядом, и если их не было, то я по ним очень скучала. Вот. Еще что я хочу сказать. Я прожила здесь свою жизнь несколько раз. Амкар, конечно, это чудо. И если бы не он, я бы, наверное, вчерашнюю баню не пережила. Да, потому что он помог мне уже там вот все это выгрести, все свои эти негативы. А баня это все завершила, и я теперь новорожденный. Я благодарна всем вам за то, что, когда вы только приехали, у меня всегда в крови было, знаете, оценочное отношение к людям. Этот хороший, этот плохой, этот нравится, этот не нравится. Я честно вам скажу, что многие из вас, когда я только вас впервые увидела, мне не понравились. Честно. Я поняла, насколько вот эти, вот как вы говорите, мелодрамы, которые мы там накручиваем, да, насколько они портят жизнь людям, потому что, вот вы знаете, вот я сижу, ем вместе, с кем мы ели вместе, ну сейчас скажу, с кокоса. Я думаю, вот она сидит и думает про меня. Второй кокос наяривает. Соро, что ли? Да! А потом смотрю, она сидит и... Третий наяривает. Она, 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 она берет второй кокос и тоже начинает песть. Вы знаете, вот накручиваешь себе то, чего нет, а на самом деле все так просто. А потом мы как с тобой поговорили, да? Как мы с тобой... Как мы друг к другу открылись, я думаю, а я сидела вот про этого человека, такое думала, зачем? Зачем? Вот жизнь такая прекрасная, не надо ее делать ни лучше, ни хуже. Просто ее надо жить и все. Спасибо вам всем. Спасибо.